Вспоминаем самые яркие события российского тенниса в сезоне 2019. 2019-й получился для российского тенниса, прежде всего, мужского, не просто успешным, а даже в чем-то невероятном. Мы догадывались, что наши парни созрели для больших успехов, и все же то, что они могут так играть и так побеждать, оказалось приятным сюрпризом. В канун Нового года вспоминаем главные события российского тенниса сезона 2019. Это, пожалуй, главный итог теннисного 2019-го. Российский теннисист сыграл в финале турнира «Большого шлема» впервые с 2005-го года. Да как сыграл! Финал открытого чемпионата США против Рафаэля Надаля показал первый канал с неподражаемым комментарием Марата Сафина. Медведев одному ему понятным образом сумел переломить ход неудачно складывавшегося для него матча, перевести его в пятый сет и чуть не дожал испанскую легенду. В ночь на понедельник страна не спала, а до рассвета болела за теннисиста. А он наутро проснулся четвертой ракеткой мира. Дело не только в скандальном поведении Даниила на пути к финалу открытого чемпионата США, когда он неприличными, хоть и завуалированными, жестами настроил нью-йоркскую публику против себя. А потом, когда не сдался по ходу титульной встречи, заставил тех же людей отчаянно себя поддерживать. После выходящих за принятые рамки поступков Медведева о нашем мужском теннисе снова оживленно заговорили не только в России, но и во всем мире. О ренессансе российского тенниса стали писать все крупные СМИ, а корреспондент Нью-Йорк Тимес Магазин и лично прилетел в Москву, чтобы взять интервью Медведева. Медведев, без сомнений, был главным героем летней американской серии турниров, но по ее ходу произошло еще одно очень важное и удивительное событие. На Мастерси в Ценценате Андрея Рублев впервые обыграл Роджера Федерера. Россиянин, который на тот момент занимал 70-е место в рейтинге от Пи пробивался в основную сетку из квалификации, победил швейцарца, который прежде выигрывал этот турнир 7 раз и был действующим финалистом, всего за 62 минуты. Это было самое быстрое поражение Федерера с 2003 года. Он блестяще играл и в обороне, и в атаке, хорошо подавал, не дал мне сделать ничего. Он был везде. Мне было сложно, но он провел отличный матч. Я был впечатлен, сказал тогда легендарный теннисист. Сам россиянин назвал эту победу самой большой и эмоциональной для себя. А позже повторял, что, выиграв у него, зауважал Федерера еще сильнее. Отпоставила этот матч на первое место в списке неожиданностей сезона на турнирах по Дагиде Ассоциации. Выиграв февральский отбор у Швейцарии, сборная России попала в финальную часть обновленного Кубка Дэвиса. Команда Шамиля Трапищева получила в соперники по группе хозяев, испанцев, и действующих обладателей серебряной салатницы, хорватов, и ожидания от турнира в Мадриде были весьма сдержанными. А когда из-за усталости после итогового турнира не приехал еще и Медведев, казалось, что ничего хорошего не будет. Но Андрей Рублев и Карен Хачанов вдохновенно бились каждый за себя и друг за друга в одиночке и в паре. Благодаря уверенной победе над Хорватией они вышли из группы, а в четвертьфинале в сумасшедшей парной комбинации одолели Сербию с Новаком Джаковичем в составе. За этим последовал еще один безумный матч, с Канадой, и там нашим парням не повезло. Тем не менее, они влюбили в себя новых болельщиков, заслужили всяческих похвал и от отбора финальную часть в следующем сезоне себя освободили. Кроме блестящего выступления на Усопен, Данил Медведев выдал суперсерию, сыграв шесть финалов подряд, один из них, собственно, на турнире Большого Шлема и три на Мастерсах. А ведь до этого года он лишь раз доходил на турнирах этой серии до третьего круга. Финал Мастерса в Монреале Данил проиграл на долю, в Ценценати шокировал Джаковича второй подачей в полуфинале и дожал Гофина в финале, добыв свой первый титул, а в Шанхае включил режим монстра, победил, не отдав соперникам ни сета. Попутно россиянин выиграл и турнир в Санкт-Петербурге, где получил заслуженную и щедрую порцию болельщицкой любви и внимания. Пока Андрей Рублев приходил в себя после прошлогодней травмы спины, он сильно опустился в рейтинге и даже на какое-то время выпадал из топ-100. Едва он, казалось, начал обретать себя, как в начале мая снова выбыл из строя, на этот раз из-за травмы запястья, которую сам назвал глупой. Он пропустил весь май, Роланд Горос и часть травяного сезона. Зато с июля дело у Рублева пошли в гору, помогли и любовь к теннису и физическая подготовка, которой он упорно занимался, пока лечил руку. Рублев сыграл в финале турнира категории 500 в Гамбурге, обыграл Федерера и дошел до четвертьфинала в Ценцинатии, до четвертого круга на Усопе и выиграл в свой 22-й день рождения ВТБ Кубок Кремля. Россиянин завершил сезон на 23-м месте в рейтинге и приборолся, как Лев, в финальной части Кубка Дэвиса, обозначив свои серьезные амбиции на сезон 2020. В российском рейтинге. Год для наших девушек сложился так, что на высокие места в мировой классификации они не претендовали. В какой-то момент ни одной россиянки не было даже в топ-40. Слыханное ли дело? К концу сезона сразу три теннисиски претендовали на то, чтобы стать первой ракеткой страны, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. В очной борьбе в итоге на ВТБ Кубке Кремля сильнее оказалась Павлюченкова. В итоге ее год получился лучшим среди наших, четвертьфинал Аустралия Анопен, финалы турниров в Асаке и Москве итоговое 31-е место в рейтинге. К концу года Анастасия пригласила в команду опытного специалиста Сэма Сюммика, работа с которым должна дать плоды уже в следующем сезоне. Разочаровывающим вышел 2019-й для Марии Шараповой. Результат, показанный в начале сезона, четвертый круг открытого чемпионата Австралии, так и остался лучшим. В конце января пятикратная победительница турниров Большого Шлема травмировала плечо и на пять месяцев осталась вне игры. А вернувшись, в первом круге Уимблдоне отдала почти выигранный матч, вызвав у болельщиков гнев и мольбы уйти и не мучить себя и их. В первом круге Усопин Шарапова в 19-й раз подряд проиграла Сирене Уильямс с разгромным счетом, 1 к 6, 1 к 6. За год она приняла участие всего в восьми турнирах. На трех проиграла в первом круге, с трех снималась по ходу. В конце сезона она должна была выступить на скромных состязаниях в Линдсе и Люксембурге, но отказалась, плечо не было готово. Тем не менее, с тем, что ей пора на покой, 32-летняя теннисистка категорически не согласна и готовится к новому сезону. Дарья Касаткина начинала 2019-й десятой ракеткой мира, а закончила 70-й. У нее не получилось совсем ничего, а пытаясь описать свой сезон, она то ли в шутку, то ли всерьез, сказала, что цензурных слов не подберет. 22-летняя теннисистка не справилась со статусом топ-игрока, в котором оказалась год назад, и с многочисленными ожиданиями. На ее счету, множество необъяснимых поражений с таким неубедительным счетом, что болельщики весь год обвиняли Дарью в нежелании бороться, и всего один четвертьфинал, в Пекине под занавес сезона. В следующем сезоне Касаткина рассчитывает вернуться обновленной и более сильной. Светлана Кузнецова до апреля лечила старую травму и опустилась за пределы топ-100. Возвращение не было простым, а его еще и осложнили проблемы с американской визой. Казалось, бюрократические препоны чуть ли не ставят крест на карьере возрастной теннисистки, но она ответила недоброжелателям шикарным выступлением на американских турнирах. Едва долетив до США, она сразу вышла в третий круг в Торонто и в финал в Цинциннати, обыграв по ходу первую ракетку Мирэшли и Барти, заслужила Уилл Чарти в основу Сопен и подчинила свой рейтинг. Сейчас Светлана, 53-я в мире, что не так уж плохо, для человека, не игравшего полсезона.